Да, вот они два красавца, Леон и Дейл. Дейл зазывает львиц. Там рядом в вольере открыта дверь и периодически туда заходят львы и львицы. И Дейл приглашает в гости. А ну повернитесь, ребят, ко мне, Максим, повернитесь. О, как раз их видно. Уварыч, еще раз, ну, камеру-то хоть посмотри, будь здоров. Всех львиц в декрет отправили, теперь Леон скажет, хоть Дейла пообнимаю. Да, вон детвора комментируют, порычал и уснул. Действительно, что еще на сытый желудок делать. Львы вообще молодцы, они очень хорошо сходятся. Редко у них такая неприязнь друг к другу проявляется. Поэтому, наверное, вы обратили внимание в зимних вольерах. Уже видели мы в разных составах их. И живут они зимой очень даже вместе дружно. Ну, конечно, есть забияки такие, как Гек, который в зимнем вольере даже Чуку не давал покоя. Но в основном все вот очень даже мирно живут в вольерах. И если происходят какие-то стычки, то только из-за львиц. Но не ради там показать свое превосходство или еще какие-то другие поводы. Это в саванне, там да, у них иногда борьба за лидерство. Но все равно, там тоже в основном все вот стычки. Именно из-за львиц, когда у них срабатывает основной инстинкт. Лев пошел, уже оживление у посетителей. Конечно же, они красивые, когда лежат, но и когда гуляют. Еще лучше их можно рассмотреть уже, как говорится, во всей красе. Так, Леон пошел посмотреть, что там может быть от завтрака. Осталось мяско. Посетители как-то не очень сегодня угощают. Но еще не вечер. Еще так наугощаются, что и смотреть на это мясо не будут. В прошлом году, помню, интересная была сцена, когда Леону прямо на бедро кинули хороший такой кусок мяса. А он так посмотрел, недовольно, презрительно. Порежал для виду, потом встал, этот кусок мяса с него слетел, и он даже не повернулся, ушел дальше. Этот ролик есть у нас, кстати, на канале в плейлисте Лев Леон. Так что, друзья, кому интересно, посмотрите. Очень был такой забавный эпизод. Ну, конечно, для благородного Леона это было унизительно. Вот если под нос кинули кусок мяса, во, это было бы здорово. Тогда бы он соизволил его величество скушать угощение. У Леона более нордический характер. А Дейл все поглядывает по сторонам, что происходит в других вольерах, что происходит в саванне. Все ему интересно. Вон, как знаете, те политики, которые даже когда выпадают там из активной деятельности депутатской или еще какой-то, все равно продолжают себя видеть на этой высокой позиции. Вот так и Дейл. Он пока выпал из общественной жизни львиного сообщества. Но, тем не менее, все равно продолжает видеть себя там, на лидерских позициях. Так что, друзья, всем привет от этих двух красавцев. Не зря кто-то написал в комментариях, да, по-моему, и не один человек, так что Леон это вообще совершенство львиной красоты. Действительно, красавец. Просто природа постаралась. Они все красивы по-своему, но совершенные формы именно вот, конечно же, у Леона. И атлетизм, и рост, и внешность, и грива, и стать. Здесь все присутствует. Вот кого еще можно. Чука тоже. Тот действительно образец львиной красоты, мощи. На Чука можно любоваться просто часами. Ну, я-то знаю, друзья, что у каждого льва, парка Львов Тайган, есть свои почитатели, для которых он самый любимый. Будь то Чип, или бусинка Кай. А у кого-то Забияка Гек. Ну, а вообще мы всех их, конечно, любим. Не зря у парка Львов Тайган столько почитателей, столько зрителей в Ютубе. Ни один зоопарк, ни один сафари-парк не имеет такую огромную аудиторию. Так, что-то заинтересовало. Нет, ложный сигнал. А, там детская коляска. Он подумал, что это тачка с мясом. Да. Ага. Они же реагируют на этот звук. Два льва. Два льва, походу. Два льва. Вон, детская коляска, но слух у Львовы на отменный. Правда, перепутал звук. У тачки немножко другой. Хотя сейчас увидишь тоже тачка на четырех колесах. То была на двух. Поэтому, может, это ли он и поэтому и спутал еще. Не совсем они привыкли к звуку новой Витиной тачки. Молодцы. Вместе держатся, дружно, не по разным углам. Вот такие красавцы. Леон и Дейл. Выставочные львы. Парка Львов-Тайган. Парка Львов-Тайган. Парка Львов-Тайган. Продолжение следует...